Друзья, приветик! На связи с вами Ольга Барабанова. И в этом видео я хочу с вами поделиться теми упражнениями, которые я использую уже больше года. Это очень простые упражнения. Вам для выхода из такого вот напряженного состояния понадобится минут 5. И когда вы войдете в эту практику, когда вы выработаете в себе привычку делать эти упражнения, вы будете оглядываться и думать, блин, почему я раньше этого не делал? Ведь это же настолько просто и настолько элементарно. Наша голова — это центр, самый большой энергетический центр, в котором скапливается самое большое напряжение. Когда мы пообщались, например, с каким-то человеком, у которого что-то не так с эмоциональным фоном, с внутренним состоянием, тяжелый. Вот помните, бывает, общаясь с человеком, и после того, как ты с ним пообщался, тебе тяжело. Когда происходят различные неприятные жизненные ситуации, тоже ты чувствуешь напряжение, виски бывают, вот сдавливают. И самое элементарное, что мы, в общем-то, делаем, это просто начинаем массировать виски. Обычно мы там несколько секунд себе помассировали, сделали небольшое такое облегчение. И, в общем-то, на этом лично мои знания до недавнего времени, они на этом уже заканчивались, были закончены. А сейчас я знаю целую серию релакс-упражнений, которые помогают восстановиться, восстановить свой эмоциональный фон, восстановить своё физическое состояние. И в таком вот, в светлом, приятном, в лёгком состоянии уже продолжать жить, действовать, воспринимать. Потому что, если ты находишься в напряжении, какая бы новая, новые события, какие бы новые, новая информация, какая бы тебе не поступала, всё равно это будет идти через призму напряжения, с напряжённой головой. В первую очередь, что нужно сделать? Самое классное и лёгкое упражнение, это вот так вот нужно себя похлопать по голове. Я вам предлагаю сейчас, в следующие 5-10 минут, делать вот эти упражнения вместе со мной, которые я вам буду показывать. И после нашего такого вот небольшого сеанса, напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео, как изменилось ваше состояние, ваше ощущение, ваше мировосприятие. Кончиками пальцев просто делаем лёгкие постукивания себя по голове, не пропуская ни один из участков. То есть, не просто в одном месте где-то себе нужно стукать, а прям по всей голове. Простукиваем, простукиваем, простукиваем. Я просто кайфую, если честно, когда не ленюсь и делаю такие вот себе приятные занятия. Кстати, когда их делать? Только когда что-то плохо или можно регулярно? Конечно, нужно делать это регулярно. И я сейчас не буду постоянно разговаривать, чтобы вы могли сфокусироваться на ощущениях. Вот просто прочувствуйте вот эти приятные ощущения, которые вы сами себе вот сейчас доставляете. Не так уж это и сложно. Теперь не пальчиками, а вот так вот лёгкие делаем похлопывания. Запрокинуть хорошо вот так голову назад и по затылочку делаем хлоп-хлоп, такие вот упражнения приятные. Можно прикрыть глазки и полностью сфокусироваться именно на своих ощущениях. Лёгкие похлопывания. Можно ускориться для остроты ощущений, чтобы лучше прочувствовать. Так, теперь снова берём пальчики и вот такими вот круговыми движениями проходим также всю голову. Чтобы видно было вот такими вот круговыми, но по всей поверхности головы. Кстати, если вы находите какие-то болевые точки, не бойтесь. Именно эти точки проминать. Если вы будете делать такие занятия регулярно, со временем, причём это время не такое уж длительное, вы заметите, что ваши болевые вот эти накопления не уйдут. Это как раз вот те напряжения, через которые вы ежедневно проживаете, с которыми вы изо дня в день проходите. Вместо того, чтобы иметь чистое восприятие, всё, что происходит в жизни, идёт через напряжение. И вот это напряжение, вы можете его сами найти, делать себе такую вот диагностику. Ещё вот здесь вот на лбу, также поделайте вот такие круговые движения. Для меня в один из сеансов была просто находка. Вот тут в один момент я нашла болевые точки. Причём они там могут появляться по мере того, как мы сталкиваемся с разными жизненными сложными ситуациями, которые мы не пропускаем сквозь себя, а тяжело воспринимаем. Начинаем много обдумывать, зависаем в этих состояниях. Эти напряжения вот здесь вот накапливаются. Так, теперь опять показываю на лбу и делаем то же самое на голове. Вот такие вот упражнения аж до косточек. То есть прям продавливаем. Чувствуйте. Старайтесь ни о чём не думать, а только чувствовать. Прямо до косточек. Не просто кожу, а хорошенько продавливаем. Можно ещё усилить эффект и именно вот этими косточками сделать такое продавливание. Это полезно. Как вы там чувствуете себя? Какие ощущения? Обратите внимание. Пошёл, может быть, жар, может быть, пошла такая вот лёгкость, может быть, болевые ощущения прошли. Так, теперь опускаемся к вот этой. На наш лоб. И делаем вот такие вот упражнения. Тоже убираем все-все-все зажатости. Чтобы нигде наши напряжения не оставались. Говорят, что от этого ещё и морщины уходят. Так что, девочки, используем упражнения во всех его назначениях. Так. Оказывается, у нас в бровях также есть определённые зажатости. Просто есть у нас такие участки в теле, которые мы очень редко, как на них обращаем внимание и даже до некоторых не дотрагиваемся. Попробуйте. Попробуйте. Напишите, пожалуйста, в комментариях, где вы, чтобы это было полезно и людям, которые также будут смотреть видео, где какие зажатости вы у себя нашли. Ну, зажатости, то есть, какие вот болевые точки. Теперь переходим к такому очень интересному упражнению. Крапивка. Вот так вот прокручиваем кожицу. И чувствуем, как наше тело нам благодарно. Наше лицо, которое мы не только украшаем косметикой, а делаем его естественный такой румянец сейчас появляется. Да? С утра очень хорошо делать такие упражнения. Ну, причём не только с утра. Вечером тоже очень хорошо. Так, теперь есть у нас волшебные точки, в которых у нас накапливается огромное количество контроля. Вот здесь, сбоку, в челюсти, где заканчивается челюсть, попробуйте там сначала надавить, насколько вам, какие у вас ощущения. Вот даже выше, вот тут вот, где заканчивается челюсть и ушко. Когда я показываю эти упражнения на личных встречах, мне сразу говорят, ой, больно. Да, я тоже помню, что в первые разы это очень такие болезненные точки. Это показатель того, насколько вы контролируете жизнь, насколько вы живёте в гиперконтроле. Когда вы находитесь в контроле, вы вот так вот сжаты и в таком вот сжатом состоянии вы всё делаете, всё видите, всё смотрите. Я буду, а вы продолжайте. Иногда просто хочется ещё добавить жестикуляции для более полной передачи информации. Так, теперь вот всю челюсть также проминаем. Вот тут над губками тоже. В общем, всё-всё-всё, где у вас челюсть, делаем такие вот круговые движения. Разминаем всё, чтобы нигде у нас зажатости не скопились. Опять вот так вот прокручиваем. И делаем свою жизнь ярче. Настроение потихоньку улучшается. Если оно и так было хорошим, оно становится просто замечательным. Так. Теперь берём ушки и вот так вот их также снизу вверх массируем. Массируем, массажируем. И в то время, когда вы будете чувствовать определённое напряжение, определённая, бывает боль в голове. Я сейчас смотрю и вспоминаю, как раньше заболела голова, а ты бегом бежишь за таблеткой. Как смотрю на кого-то, кто-то раз и таблетку обезболивающую, голова болит. Вместо того, чтобы провести естественное оздоровление, того, чтобы избавиться от напряжения, которое привело к болям. Так. Промяли вот так вот ушки. И делаем вот оттягивание вниз, в стороны, вверх, вниз. Осторожно, только можно порвать, поэтому осторожненько. И есть у меня ещё одно коронное самое любимое упражнение. Помните, когда у нас возникает желание позевать? Что обычно мы делаем? Если ты ещё находишься в общественном месте или дома с кем-то, то вместо того, чтобы позевать широко открытым ртом так, как хочется, мы рот закрываем, удерживаем закрытым и как бы зеваем вот так вот. В это время наш организм мог бы, естественно, расслабиться, избавиться от вот этого напряжения. И когда я узнала вот эти секреты, я теперь зеваю во весь рот. Вот когда мне хочется позевать, и даже иногда на улице, на меня, если кто-то повернётся, ну, извините, у меня сейчас такая привычка, я люблю избавиться от лишнего напряжения. Поэтому, если вам хочется позевать, ну, вы находитесь, если в блюдном месте, то, конечно, можно рот вот так прикрыть, но зевнуть так во весь рот, потому что в этот момент вы расслабляете челюсть. В челюсти у нас как раз накапливается наш вот этот гиперконтроль. Контроль нам не позволяет быть лёгкими по жизни, поэтому есть упражнение, которое нам снимает вот эти зажатости. Значит, берём вот так вот руку, прикладываем к челюсти, и я повернусь вот так вот боком, чтобы вас не смущать, и себя тоже. И открываем рот, насколько это возможно, но, опять же, осторожно, чтобы у нас не было таких вот клинических случаев. Значит, вот так открываем рот во весь рот, насколько это возможно, да, и нижней рукой ещё челюсть вот так оттягиваем. И посидите, ну, я вот вам скажу, когда закрыть, а вообще вы сами потом будете в нужный момент делать себе такие упражнения. Так вот. И второй рукой вот так челюсть оттягиваем. При этом хорошо можно также прикрыть глазки и полностью расслабить челюсть, то есть, чтобы она была расслабленная. Вот вы так сидите, руки не убирайте. Потихонечку отпускаем, чтобы видео не было очень длинным, но вообще можно ещё посидеть около минутки. И теперь, вот, подвигайте челюстью, изменилось ли её состояние перед этим упражнением. Наверняка вы почувствовали более её так подвижно, лёгко. Лёгкость такая должна в ней появиться. И как теперь ваше состояние? Как теперь чувствует себя ваша голова? Как там ушки ваши? Есть ли, может быть, какие-то покалывания? Может быть, тепло какое-то? Сейчас вы, ну вот, вы открыли такие вот энергетические канальчики. То есть, ваше напряжение сейчас введено к минимуму. Должна быть такая, ну, ничего не должно, вот как оно есть, так оно и должно быть. Если вы будете проводить такие вот себе сеансы хотя бы один раз в день, хотя бы одну неделю, то понаблюдайте, что будет с вами происходить. И напишите сейчас в комментариях, какие у вас сейчас ощущения. Есть ли ощущения лёгкости? Или, может быть, какое-то другое у вас сейчас ощущение? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Ну, а от себя могу сказать, что эти простые упражнения, они очень мне помогают. Помогают воспринимать жизнь более легко, быть более гибким, не зависать в каких-то сложных ситуациях. После деловых встреч, после каких-то переговоров, после тяжёлого видео, которое случайно попалось, и ты не можешь из него выйти, у тебя голова заболела, возможно. Можно 5 минут, 10 минут вот таких простых упражнений в комплексе, можно утром, можно по необходимости, можно утром и вечером, и вы увидите, как кардинально ваша жизнь будет меняться, меняться восприятие, ну и, соответственно, последствия. Спасибо вам большое за то, что посмотрели это видео. Если считаете его полезным, поставьте лайк. Возможно, захотите поделиться с кем-то из своих близких, кому вы желаете добра и более такой вот лёгкости. Поделитесь с ним этим видео. Ну, а я буду рада видеть вас в следующих выпусках. Буду делиться тем, что даёт мне результаты, и буду благодарна вам за искренний комментарий. На связи с вами была Ольга Барабанова. До скорой встречи. Будьте счастливы и лёгкости вам по жизни. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok